МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восьмичасовой прием граждан по личным вопросам провела Аким области, Коншпек и Скак. С какими проблемами пришли козлординцы к главе региона, смотрите через несколько минут. На 90-летие Казли Прозорья в регион прибыла делегация иностранных специалистов. Судьи обеспокоены ростом бракоразводных процессов. Далее об этих и других событиях более подробно. Строительство газопровода Сыра-Арка завершено в срок. Буквально вчера состоялась церемония сварки золотого стыка газопровода. Напомним, проект реализуется по поручению Ельбаса. Строительство газопровода общей протяженностью 1061 км было начато в марте этого года. Всего за 8 месяцев строители протянули газопровод по маршруту Казларда-Жесказган-Караганда-Тимиртау-Нур-Султан. И совсем скоро природным газом будут обеспечены северные и центральные регионы страны. В общей сложности будет охвачен 171 населенный пункт. Переход с угля на газ улучшит экологию областей и значительно повысит качество жизни населения. Глава региона провел прием граждан по личным вопросам при участии руководителя областных управлений и Акима Казларды. Прием длился 8 часов без перерыва. На приеме побывали свыше 70 человек. Большинство вопросов было по жилью. Казлардинка Роза Аскарова тоже пришла с этой проблемой. Она одна воспитывает сына, инвалида первой группы. Стоит в очереди на жилье уже 13 лет. Глава региона порадовал ее сообщением, что ей предоставлена новая квартира на Левобережье. В 2006 году написали заявление и встали в очередь. Сегодня сыну дали однокомнатную квартиру. С сыном очень рады. Отметим, за последние годы только в областном центре справили новоселье свыше 7 тысяч казлардинцев. Жители аула Айдарла Сардаринского района пожаловались на отсутствие поливной воды, а также состояние каналов, которые никто не чистит. Аким области Куанышбек Искаков поручил соответствующим лицам до наступления следующей посевной расчистить каналы и решить вопросы обеспечения сельчан поливной водой. Таким образом, многие проблемы нашли решение на месте. Планируется и далее проводить приемы с участием Акима области. Также Аким области Куанышбек Искаков принял председателя областного общества казахтыля Садуакаса Ансатова. В этом году 30 лет с момента придания казахскому языку статусу государственного и создания международного общества казахтыля. На приеме борец за чистоту родного языка рассказал о проводимой в этом направлении работе. В свою очередь Аким области подчеркнул, что республиканской газете Тель Сахшесе всегда будет оказываться всемирная поддержка. Аким области Куанышбек Искаков принял иностранную делегацию, которая прибыла в регион на празднование 90-летия Казли Прозория. Глава региона тепло приветствовал гостей. Особо был отмечен вклад в борьбу с туберкулезом и лепрой. Драбик Романа из Германии, которая открыла сообщество и уже более 40 лет оказывает помощь больным всего мира. Ее организация также спонсирует международные конференции и конгрессы вопросом борьбы с болезнью Хансена. Аким области в знак признательности за ее труд вручил гостей благодарственное письмо. Организованная вами в Гореге Дин Слакин ассоциация ведет борьбу с лепрой и туберкулезом во всем мире. Более 40 лет это сообщество активно сотрудничает со всеми странами мира и оказывает огромную материальную помощь больным. Вот уже более 20 лет с 1995 года сообщество сотрудничает и с нашей страной. Также на приеме был отмечен вклад козлир прозорья в борьбу с этим недугом. В 50-е годы одними из первых врачей лепрозорья успешно использовали сульфоновые препараты, которые произвели революцию в лечении лепры. На сегодня ими разработаны немало эффективных методов лечения. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех работников этого учреждения за работу, за ваш самоотверженный труд, за профессионализм и милосердие, и за то, что дарите надежду. Болезнь Хансена или лепра. Эту загадочную болезнь люди изучают веками, однако до сих пор не могут понять, что вызывает ее и как можно остановить. Сегодня в мире более 20 миллионов человек, пораженных лепрой, единственный в Казахстане лепрозорий в нашей области. В этом году лечебное учреждение отмечает свое 90-летие. В медучреждение побывала и наша съемочная группа. Проказа, как правило, чаще распространена в прибрежных районах, хотя естественная среда обитания возбудителя до сих пор не выявлена. Распространение лепры по миру шло параллельно с открытием континентов и миграции населения. К нам этот недуг пришел также извне. В конце 20-х, когда Казларда была столицей, здесь был открыт единственный по сей день лепрозорий в нашей стране. В 1926 году в Совнаркоме было доложено, что в некоторых районах Казахстана обстановка по Лепре ухудшается. Необходимо открыть там лепрозорий, чтобы не допустить дальнейшее распространение этой болезни. Поэтому было принято решение открыть лепрозорий в Казларде. В это время же открылся лепрозорий во многих союзных республиках и Душанбе, возле Душанбе, возле Самарканда. Общество к больным проказой всегда относилось с опаской. Их изгоняли из селения, ссылали на необитаемые острова, сжигали или закапывали в землю живьем. Самые милосердные власти разрешали несчастным побираться с прикрепленными к мешкам на головах колокольчиками, чтобы встречные слышали их издалека. Позже их изолировали в закрытых учреждениях. Лишь в 50-е годы прошлого столетия с приходом сульфоновых препаратов изоляция была отменена. Это был самый эффективный препарат при лечении лепрой. Исчезали уже микобактерии, резко начало снижаться заболеваемость лепрой после этого лечения. Когда начинаешь больных изолировать, они наоборот избегают, они начинают прятаться, да, и они больше распространяются, начинают болезнь. А когда это сняли, да, начали нормально общаться, да, они могли уже после, как курс лечения проходит, они могли возвращаться домой. В это время уже пошел положительный сдвиг лечения лепрой. Изувеченные лица, разъеденные болезнью конечности, можно сказать, остались в прошлом. При своевременном выявлении заболевания, по словам врачей, можно добиться даже полного излечения. Но мало кого из больных лепрой можно встретить в общественных местах или общих лечебно-профилактических учреждениях. И виной тому является не запрет, а скорее лепрофобия. Причем фобия встречается даже среди медиков. Поэтому лечить ОРВИ, зубную боль или другие недомогания, страдающие этим недугом в вынужденных стенах лепрозурия. Нет ни единого случая заражения сотрудника. Это говорит о том, что здесь заразиться не так просто с этой болезнью. Например, любой болезнь, чтобы изучать какую-то болезнь, да, его сначала выращивает на искусственных средах, это микобактерия. А у нас на искусственных средах, до сих пор, которые пользуются в медицине, эти микобактерии не растут абсолютно. Единственная микобактерия, которая не растет в никаких искусственных средах. Вот поэтому он остается до сих пор очень загадочным. Задача единственного в стране лепрозория – профилактика заболевания и лечения последствий лепры, предупреждение рецидивов. Медучреждение на 25 гектарах оснащено необходимым оборудованием и медикаментами. Для врачей и пациентов созданы все условия. Большую часть жизни пациенты лепрозория проводят здесь. Вместе создают уют. На территории учреждения не соримки. Все утопают в зелени и цветах. Это дело рук Жакслы Кага и его супруги. Во дворе своего домика они даже разбили целый плодовый сад. Сажают огород. В 43-м году родился в Казалинском районе. В 8-м классе у меня выявили заболевание, я приехал в лепрозории. Я был совсем мальчишка, тогда здесь было очень много других пациентов. После курса лечения меня выписали, я вернулся домой. Поступил в техникум, отучился на зоотехнику, работал. Однако в 2002 году я снова вернулся в лепрозории. С тех пор все время здесь. Чувствую себя хорошо, не могу без дела сидеть. Поэтому свободу от лечения время я сажаю деревья, выращиваю цветы. Вот уже 3-4 года получаю плоды со своего сада. По словам врачей лепрозория, умирают чаще всего пациенты не от лепры, а от тех же болезней, что и обычные люди. Удивительно, но факт. Пролеченные больные живут дольше, чем обычные граждане страны. Средняя продолжительность их жизни составляет 75 лет. Сегодня в Казахстане 381 человек с диагнозом болезни Хансона. Последний случай был выявлен 2 года назад. Причины заболевания по-прежнему неизвестны. Алина Порожан, Ахан Алиев, Досхан Садпай, телеканал Казларда. Новости судебной системы. За 9 месяцев в городской суд поступило около 9 тысяч заявлений. Участились в случае разводов. С начала года судом разведены 1316 пар. Почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом. 80% молодые семьи. Есть и пары, которые разводятся формально для получения АСП. Очень много заявлений по разводам и алиментам. Немало тех, кто в 19-20 лет женятся, а через год подают на развод. С начала года участились и случаи разводов для получения адресной социальной помощи. Мы даже уже спрашиваем у граждан, не разводитесь ли вы для того, чтобы получать АСП. Некоторые сознаются и забирают заявление. Есть и те, кто одумывается и возвращает социальные выплаты государству. Немало и жилищно-земельных споров. В производстве суда часто рассматриваются дела по многоэтажным домам, прошедшим модернизацию. Люди неправильно понимают, видят, что сосед не платит и тоже отказываются. Но это ведь средства государства, которые были выделены на ремонт. Дома были обновлены. Средства подлежат возврату. В этом плане вопросы разрешаются путем медиации. В ауле Балабище Ильинского района состоялся конкурс «Жигит Султана-2019». Молодые люди состязались в знании, традиции и обрядов казахского народа, мерились силой. В конкурсе из шести туров участвовали 12 юношей. На этапе приветствия оценивались артистизм участников и ораторское искусство. Во втором туре конкурсанты мерились силой. На этом этапе равных не оказалось Бахачану Анламасову. Я и раньше принимал участие в Аудар-Спак и в армрестлинге. Пусть побольше будет таких интересных конкурсов, которые воспитают достойных джигитов. Далее участники демонстрировали свое мастерство в меткости стрельбы и состязались в борьбе. Конкурс проводится с целью привития молодежи любви к традициям, культуре наших предков. Важно сохранить и пронести это наследие. В жизни казахского народа конь всегда занимал особое место, поэтому с ранних лет юношей приучали к верховой езде. На конкурсе джигиты показали навыки верховой езды в игре тинге-алу. В будущем мы хотели бы привлечь больше молодых ребят к национальным видам спорта. Участники хорошо подготовились, чувствуется их интерес. Каждый участник проявил себя достойно, однако конкурс есть конкурс. По итогам всех туров почетное звание Сарден Султане присуждено жителю Щиилийского района Достану Жакыпову. Алина Параджан, Акамжан Жолтаев, Бугимбао Абасилов, Досхан Сатпай, телеканал Казларда. Ко дню спасателей, который отмечается 19 октября, стартовали традиционные соревнования по пожарно-спасательному спорту. Соревнования по пожарно-спасательному спорту проводятся два раза в год. В программе четыре дисциплины. Преодоление 100-метровой полосы препятствий, подъем по штурмовой лестнице на учебную башню, пожарная эстафета и боевое развертывание. Титул сильнейший оспаривают 17 команд со всей области. Это свыше 100 спасателей. Чемпион прошлых соревнований – пожарный Жанна Курганского района. В нашей команде молодые спасатели каждый год показывают хорошие результаты. Мы три раза становились победителями этих соревнований. И в этом году, весной, мы завоевали титул сильнейшей команды. У нас есть рекорд по подъему по штурмовой лестнице за 15 секунд. Приложим все силы, чтобы и на этот раз занять первое место. Участвую в соревнованиях впервые. Я месяц, как стал работать в пожарной части номер 3 в Аральском районе. Надеюсь, смогу показать свои способности и помочь команде выиграть. В Крамакше завершилась 33-я спортикяда сельских спортсменов области Алтенкос. В соревнованиях по 15 видам спорта приняли участие более тысячи человек со всего региона. Сильнейшими по волейболу оказались сырдаринские спортсмены. По гандболу не было равных Жанна Курганцам. По баскетболу лучшими признами кармакшинцы. Зрелищными были футбольные баталии. В финальной игре встретились жалагашские футболисты с хозяевами поля. 90-минутный матч завершился ничейным счетом 1-1. Победитель определился после назначенной серии пенальти. Удача улыбнулась кармакшинцам. Конечно, это очень волнительно. Сколько людей пришло нас поддерживать, мы просто не имели права проиграть. В компятидневной спартакиаде третье место завоевала команда Сырдаринского района. Ащелийская сборная, которая дважды была чемпионом, опустилась на второе место. С огромным отрывом чемпионами 33-й спартакиада Алтынкос стали кармакшинские спортсмены. Для того, чтобы спартакиада прошла на высоком уровне, наши ребята вложили в много сил по всем 15 видам спорта. Все старались, все внесли лепту в общую победу. Поэтому я выражаю всем спортсменам огромную благодарность. Казлардинский полицейский Оскар Конкабаев стал серебряным призером республиканского чемпионата по рукопашному бою в Ахтау. Боец СОБР весовой категории 85 килограммов уступил на первенстве страны только борцу из Атырау. Старший сержант полиции, мастер спорта, серебряный призер чемпионата мира ММА Номад, чемпион Азии 2016, победитель турнира Юнифлайт этого года. И это было последнее сообщение выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал kastrk.kz на сайте телеканала «Казларда». Далее о погоде. 11 октября в области местами ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Спонсор прогноза погоды – пятизвездочный отель «Султан Плаза». Оставайтесь с нами. До свидания. В жизни каждого человека бывают важные даты и события. Банкетный зал «Балрум» идеально подходит для проведения ваших мероприятий, свадьбы, казузату, юбилея и других важных событий. Вас ждут обновленное меню, лучшие повара, идеальный персонал и цены от 3,5 тысяч тенге. В подарок фотосессия и номер в пятизвездочной гостинице «Султан Плаза». Проведите незабываемые торжества в банкетном зале «Балрум». В Аральском районе днем плюс 17, ночью плюс 3. В Казалинском районе днем плюс 17, ночью плюс 3. В Байконырии днем плюс 17, ночью плюс 4. В Карамакшинском районе днем плюс 17, ночью плюс 4. В Жалагашском районе днем плюс 18, ночью плюс 4. В Сырдариинском районе днем плюс 18, ночью плюс 5. В Казалинском районе днем плюс 19, ночью плюс 5. В Жанакурганском районе днем плюс 20, ночью плюс 5. В Казалинском районе днем плюс 18, ночью плюс 5. Спонсор курса валют – комплекс «Арбат». Казалинском районе днем плюс 18, ночью плюс 5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова